Сарь, очень приятно. Сарь, Иван Васильевич меняет профессию в России и будут смотреть всегда. Еще в год выпуска, в 1973-м, фильм стал лидером советского кинопроката, его посмотрели более 60 миллионов человек. Комедийный сценарий зритель ждал. Фильм «Антидепрессант» в разгар эпохи застой предложила снять Нина Гребешкова, жена режиссера Леонида Гайдая, посмотрев в театре киноактера спектакль Иван Васильевич по пьесе Михаила Булгакова. Друзья не советовали браться за такую затею, картину обязательно положат на полку. Но Гайдая решил рискнуть. Вместе с автором сценария, сатириком Владленом Бахновым, убрал из текста все, на что обычно вставали в стойко официальные и неофициальные цензоры. Когда же фильм вышел на экраны, выяснилось, что главную идею авторы оставили без изменения, страной править жулики. За антисоветское кино Иван Васильевич не получил ни одной премии, что Гайдая расценил так, наше время не пришло. Время пришло, к сожалению, уже без Гайдая. При подборе главных героев пробы проходили такие мастера кино, как Олег Видов, на роль изобретателя Шурика, Александр Демьянинка, Георгий Вицын Евгений Евстигнеев, на роль царя и управдома, Юрий Яковлев, Андрей Миронов, Вячеслав Невинный, на роль Жоржа Милославского, Леонид Куравлев, Наталья Гундарева, Богунова, Гвоздякова, на роль Зиночки, Наталья Селезнева. Без проб попали в фильм только Михаил Пуговкин и Наталья Крачковская. Пока снимали кино, Крачковская страдала от резиновой шапочки, Владимир Туш рисковал быть покусанным, а Леонид и Гайдая убеждали, что получается не смешно. Но блистательный актерско-режиссерский букет за 71 съемочный день смог отценить такой шедевр, что даже конкуренты по цеху заключили, фильмы Гайдая надо оберегать. Современные съемочные наряды пленяли сердца советских женщин. Их модели зрительницы зарисовывали в тетрадке в подтьмах прямо с экрана кинотеатра. А древнюю Москву снимали на территории Кремля в Ростове-Вликом. После монтажа фильма по рекомендациям худсовета некоторые эпизоды были удалены, а острые высказывания переозвучены. Так по сценарию на вопрос бунши царя за чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет, следовал ответ – народ, батюшка, народ. На экраны же вышла фраза, во всяком случае, мимо окончательно смонтированный, с музыкой и песнями композитора Александра Зацепина и поэты Леонида Дербренева в исполнении Нины Бродской и Валерия Золотухина. Фильм был принят на ура. Актеры получили за каждый день съемки по 150 рублей, и Иван Васильевич ушел в прокат. В Америке его показали под названием «Иван Васильевич. Назад в будущее». То, что фильм «Знают и любят и нас», подтвердила относительно недавняя история Владимира Итуши обокрали. Воры, узнав, кого они обидели, вернули актеру часть похищенных драгоценностей. Субтитры создавал DimaTorzok